Сейчас продолжается спасительный период рождественского поста, в который каждый христианин должен осмыслить свою жизнь, должен немножечко подумать о вечном, о том, что наша жизнь очень скоротечна, что рано или поздно нам с ней придется расставаться и переходить в тот мир, мир, где царствует Христос. А потому, если здесь уже начнем слушаться Господа, начнем изучать Его Слово Божественное, Его советы нам для достижения Царства Небесного, то непременно Его достигнем, если приложим к тому усилия. А если здесь понеродеем, если здесь расслабимся, как многие говорят сейчас, расслабьтесь, не напрягайтесь. Да как же, скажите, не напрягаться в такое неспокойное время? Конечно, каждая человека стремится обрести покой, обрести мир, но с каким трудом этот мир приобретается. Вот потому каждый раз верующая душа христианская стремится вновь и вновь под своды Божьих храмов. Вот и сегодня мы с вами собрались в храме Рождества Христова в канун Великого Светлого Праздника, прихода в мир Христа Спасителя. И очень многие сегодня уже задают вопрос, а как к нему правильно подготовиться? Вот почему, дорогие, хотелось бы еще раз напомнить вам о важности размышления о своей душе, о вечности, о спасении. Хотелось бы напомнить, что в сегодняшнем Евангелии Господь наш Иисус Христос дает нам удивительный урок. И не только Он один, но и те, кто рядом с Ним предстоит сегодня в Божественном Евангельском Откровении. Однажды наш Спаситель Христос вошел в синагогу, ведь обязанность человека предстоять пред Богом засвидетельствована самим Христом. Смотрите, сам Христос заходит в дом молитвы, где в то время обращались к Богу Единому. И мы с вами сегодня, оставив всякое житейское попечение, пришли в Дом Божий. И сам Спаситель, зайдя в синагогу, видит там людей страждущих, немощных, слабых и больных, и приходит именно для того, чтобы исцелить их. И вот среди молящихся была некая женщина. Евангелист Лука не передает нам ее имени, но говорит лишь о том, что она была 18 лет скручена, то есть она была сгорблена, и причем называет причину этой болезни, потому что сатана скрутил ее. То есть есть такие недуги, которые по грехам ли, по неосторожности ли жизни, по пренебрежению к духовной жизни Господь попускает падшему роду человеческому владеть человеком, а иногда и болеть по грехам своим. И вот он, увидев эту женщину, которая вошла для того, чтобы помолиться Единому Богу, в таком состоянии недуга подходит и говорит этой женщине удивительные слова, которые мне хотелось бы вам сегодня прочитать из Святого Божественного Евангелия. Он говорит ей, подозвав к себе, «Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. «Чем мы можем поблагодарить Господа за все благодеяния? Что воздам тебе, Господи, я же воздаде ми? Что я тебе воздам, Господи? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Я буду чаще ходить в храм, я буду чаще теперь причащаться, я буду жить теперь тобою». И вот в это радостное мгновение, когда собравшиеся в храме увидели это чудо, при этом присутствовал некий начальник синагоги. Он был фарисей. И негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу, а народ стоял и радовался, он вместе с этой женщиной славил Господа. И вот на примере этого фарисея Господь приводит даже его слова. «Есть шесть дней, сказал он народу, в которой долг владел. И в день приходите исцеляться, а не в день субботний». Ну, мы понимаем, что по заповеди еще Ветхого Завета суббота была для иудеев днем покоя, днем молитвы. Для нас, христиан, это день крестный, когда мы приходим славить воскресшего Христа. И для нас это не просто день покоя, но день молитвы, день, который мы должны посвящать Богу. И святые отцы стараются посоветовать своим верным чадам, чтобы мы не только в этот день посвящали час или два чувства за литургией. Нет. Ведь посвящение Богу воскресного дня не заканчивается двумя часами. У нас многие приходят в храм и уходят, и начинают жить, как жили. Этот день мы должны Богу посвятить по заповеди. Шесть дней трудись, но седьмой день, а для нас, христиан, это день Малой Пасхи, когда Христос воскрес, мы должны посвятить Господу Богу нашему. А как? Мы, конечно, должны углубиться в чтение Писания. Это то самое время, когда мы говорим, о нам некогда читать, Господи некогда. Да и сами понимаем, что так бываем загружены на недели, работа, труды, дети, семья, проблемы, решения которых не оставляют времени ни на молитву, ни на чтение Писания. И вот воскресный день Господь дал и сказал, что этот день Мой, шесть дней Ваши, а вот в седьмой день прославьте Бога, придите в храм, почитайте и себе, и другим, расскажите детям, посетите, может быть, родных, может быть, окажите помощь тем, которые живут с Вами. И все это делайте, как сказано в Писании, все, что Вы не творите, едите ли или пинете ли, или и на что творите, все творите во славу Божию. Вот так важно нам, дорогие братья и сестры, об этом не забывать, посвящая воскресный день Господу. И, конечно же, не только читать Слово Божие, но и святых отцов обязательно нужно читать. Я прошу вас, есть люди, которые вот переходят на чтение Евангелия, находят время и все. Должны путеводителями своим искать в святоотеческой традиции наставление, потому что это наставление святых. Мы грешные, мы, сегодняшние священники, читаем вам и пытаемся донести, но святоотеческая традиция доносит нам такую глубокую истину, которую ни один священник не сможет ни высказать, ни преподать. Поэтому старайтесь, придя из храма, открыть Евангелие, но и открыть святых отцов. Вот почему, сегодня готовясь к сегодняшнему Слову, я, вы знаете, остановил свое внимание на этих словах этого фарисея, начальника синагоги, Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас своего осла от ясли своих в субботу, и не ведет ли поить, смотрите, как он обличает его, сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз всех в день суттний. И вот эти слова, вы знаете, давайте мы внимательно отнесем их себе. Давайте мы подумаем и разберем вот это состояние лицемерия, и обратимся не к нашему толкованию, а к толкованию святых, одного из которых мне хотелось бы вам привести, святителя Иоанна Златоуста. Послушайте, что он говорит именно на это место. «Справедливо называют начальника синагоги лицемером, ибо он показывал себя хранителем закона, а внутренне был хитрецом и завистником. Не потому негодует он, что нарушается суббота, а потому, что прославляется Иисус Христос». Христос, понимаете, он увидел, что он тут начальник, он начальник синагоги, к нему люди приходили, а здесь приходит Бога-человек, и Бога прославляют люди, и в нем проявилась зависть и лицемерие, которая рука об руку. Вот потому святитель Василий Великий добавляет, «Не видишь ли, какое зло лицемерие? Оно плод зависти, потому что он воедуший бывает в людях, по большей части от зависти». А святитель Игнатий Бринчанинов продолжает, «Всеми силами старайся не произносить устами одно, имея другое сердце». Вот какие важные слова! Может быть, он и любил Бога, этот начальник синагоги, но зависть пробудила другое чувство. Может быть, он об одном думал, а о другом стал говорить. Вот об этой целостности напоминает нам святитель Игнатий. То думай, что и говори, то, что чувствуешь, к тому и призови. Но всегда, смотрите, всеми силами старайтесь не произносить устами одного, имея другое в сердце. А вот что говорит об этом святитель Григорий Богослов о лицемерии. Главный, отличительный признак лицемера – первая стрела, опускаемая им на ближнего, есть соблазн и истекающий из соблазна осуждение ближнего. Главное, в лицемерии, оказывается, стрела другого послужить. Потому что о другом заговорили лучше, чем о нем. И вот потому, не смешон ли стал бы для тебя ворон, если бы он, окрасившись белым, стал представлять из себя лебедя? И если человек низких нравов величается благородством, заслужит ли он уважение? Ох, какое точное сравнение! Покрасив города белой пудрой или зубным порошком, никогда не станет лебедем. Вот так и человек, который скрывает под улыбочкой, под ухмылочкой, под добрым словечком свое внутреннее состояние зависти, лицемерие в сердце своем. Вот почему через это обличение мы должны и для себя извлечь урок, которому учит нас святитель Игнатий Принчанинов. Мы все грешники, пишет он, «Всякое выставление себя праведником и прямое, и косвенное есть лицемерие». «Всякое выставление себя вот того, которого, помните, который вошел и в храм, хорошо, что я не такой, как прочие грешники». Уже есть по учению святых отцов лицемерие, которое идет Богомом с чем? С завистью. Зависть. Что такое зависть? Святые отцы так и толкуют. Зависть – это скорбь, о благополучии и ближнем. Смотрите, как воскорбел этот начальник синагоги, как его плохо стало. Плохо стало от того, что всем стало хорошо, но не через него, а через Бога. И скорбь в его сердце, и зависть, и лицемерие. Смотрите, сколько хлынуло из души его. И это все было явлено в сегодняшнем откровении. Святое Писание Библии говорит нам, «Завистью дьявол вошел в мир и вошла смерть». И испытывают ее принадлежащие к уделу. Зависть испытывают те, которые уже принадлежат смерти. Поэтому не завидуй. Об этом говорит нам святая заповедь Божия. Не пожелай ни дома ближнего твоего, ни жены ближнего твоего, ни осла, ни балла, и ни всего, что есть принадлежность твоего ближнего. Не завидуй. Никогда не превозносись за все, и дари Бога, что ты имеешь. Вот как об этом говорит о зависти архимандрит Кирилл Павлов. «Подобно кротам, роющимся в земле, и не способным видеть свет Божий, завистливые люди подкапывают под самое основание добродетели, лишь бы кого-нибудь опорочить, и нет на земле доброго дела, которого бы не касалось зависти». Представляете? Любое доброе дело, которое сделает человек, обязательно найдутся те, которые ему позавидуют. Ах, у него не получилось, а у этого получилось, и уже зависть. Так с завистью пылала кровь моя, что если было хорошо Богу, ты видел бы, как зеленею я и жерданте. «История церкви знает множество примеров ужасных злодеяний, продолжает архимандрит Кирилл, совершенных под влиянием этого порока. Движимый завистью Кайн убивает своего брата Авеля. Братья Иосифа, завидуя его... ...телесной и внутренней красоте, продают его в рабство, первосвященники и фарисеи, движимые завистью ко Спасителю, оклеветав и унизив его, совершают ужас грим Бога убийства». Вот почему зависть это ржавчина, съедающая душу завистника. Вы слышите? Не съедает душу того, кто доброе дело сотворил. Спаситель не пострадал от того, что позавидовал начальник синагоги. Его же ржавчина его самого и пожирает по неотвратимому закону причины следствия. Это ржавчина, съедающая душу завистника, потому что завистливый человек ни днем, ни ночью не имеет покоя, всегда и всем недоволен. Обратите внимание, вот видите человека недовольного, это человек завистливый. великое приобретение быть благочестивым и довольным. Вот возмущается человек, вот не так ему, все не по нему. Ну, уже все понятно. И каждый из вас, кто сегодня постоял на службе, такому собеседнику может поставить абсолютно точный диагноз. И так этот недовольный человек сетует на все с ропотом, не просто недоволен, еще и ропщет всегда. Всегда высказывает свое недовольство. Частый гнев и постоянная злоба мучают его самого. Такого человека надо просто пожалеть, о таком человеке нужно просто помолиться. Спаси его, Господи, и нас грешных помилуй. Возлюбленные во Христе братья и сестры, убережемся от этого порока, постараемся воспитать в своем сердце расположение и любовь ко всякому доброму и благому делу. Библия как раз и зовет нас к этому, о чем сказано в Священном Писании. Сам Спаситель сказал, не хочу смерти грешника, но ежи обратитесь ему и живы быти. Вот почему заканчивается сегодняшнее благовестие таким удивительным и позитивным финалом. И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, а весь народ радовался о всех словах и о всех делах его. Я думаю, мы с вами сегодня, братья и сестры, услышав это благовестие, возрадуемся словам нашего Господа, о том, что он сделал, о том, что он пришел исцелить болящих, дать возможность прозреть слепым. Вот потому давайте прозревать, давайте чаще обращать свой взор к свету, который есть Христос, давайте чаще идти по пути, который есть Христос, давайте искать истину, который есть Христос, тогда и обретем настоящую жизнь уже здесь, в этом временном своем бытие и после завершения нашего земного пути перейдем в жизнь вечную. Почему? Потому что Христос, Он свет, Христос, Он есть путь, Христос, Он истина, Он и жизнь. Христос, Истьян, Христос, Христос,